Город мой Киев, тебя нельзя не влюбиться Мой город Киев, моя старик Сегодня 28 февраля 2017 года Мы в Варшанке Последний день зимы, завтра весна уже Завтра весна? Начнется, да А мы в Варшанке Мы в Варшанке сейчас Мы идем сейчас в музей посмотреть В Варшанке здесь есть музей, да Варшанский музей, краеведческий Сейчас послобытый и так далее А вот церковь впереди И мы прогуливаемся А вечером нас А вечером, вечером Что у нас, какое мероприятие вечером, кто скажет? Баня Банька Еще нам так интриговали нас Надо посмотреть, какая банька у Вали Ульяны дочке Вали Сегодня пригласила дочка Вали нас В баньку Мы уже здесь у Ульяны накупались в баньке А теперь еще идем к Вале Да? А? Ульяна накупались, теперь идем к Вале, говорю Ну Сережа же нам натопит Обещали, что... Может, хлопцы натопят, не знаю, кто из них Но у них будем У Сережи дома будем А пока мы прогуливаемся по Оршанке Да, а пока прогуливаемся по Оршанке С такими наличниками Мы забыли уже, как называется Ставними Ставни-то это, которые закрываются Да, это наличники У бабушки тоже не было наличников Ой, у бабушки тоже не было ставень Были наличники красивые Музей крестьянского труда и быта называется Вот сам музей пришли мы Заходим с 8 работают до 5 Перерыв с 12 до часу Вот, даже дверь нам распахнула Здравствуйте Здравствуйте Так, пошел, как нельзя И тут вроде бы Наш музей крестьянского труда и быта Он входит в муниципальный комплекс В нашем комплексе три музея Вот как раз таки от музея Один из этого комплекса У нас еще есть музей воинской славы И музей в доме майора Роскитана В Староклещино В этот музей, именно в этом здании Был открыт 23 марта 1983 года Изначально музей был Это была комната воевой славы Проходился в здании школы Это в 60-е годы Основателем музея был Николай Пантелеевич Мадавилов Он заслуженный работник образования Всю свою жизнь посвятил Истории, географии, путешествия Был участниками Великой Отечественной войны Когда ему предлагали Вообще возглавить даже в школе Музейное дело Он очень долго сопротивлялся Но это такая работа непосильная Но все-таки его переупредили Он взялся за это дело Очень с рвением, с желанием И у него все получалось Они с школьниками организовывали Разнообразные турпоходы, экскурсии Ездили по деревням Организовывали разнообразные сплавы И так постепенно стал накапливаться материал Который в дальнейшем выставлен был в здании школы Конечно, комната была небольшая Материал был как крестьянских труда, таких экспонатов Так и оружия Потом вынуждены были музей в здании школы закрыть Потому что не соответствовал требованиям хранения Конечно же, он очень переживал Потому что сто лет он потратил Занимался этой поисковой работой И он начал работать, с администрацией выходить Чтобы выделили какое-нибудь здание Чтобы вложить дальше, дать развитию своему делу Экспонаты именно оружия Они были перевезены в городе Шкарла В музей имени Тимофея Евсеева А сейчас эти части экспонатов у нас хранятся как на временном По документам это демилитаризованное оружие Потому что условий хранить все равно Как бы соответствующих требований у нас нет И вот экспонаты были разделены И вот так у нас организовался музей крестьянской труда и быта Здесь мы видим экспонаты вот так и быта Мощно-технические отделы, самоварные, утюг, все это посмотрим И музей воин Сославы Там, конечно же, только экспонаты Сейчас мы находимся в зале этнографии Мы видим, да, именно экспонаты быта народа Марии Украшения разнообразные Вот здесь представлен стенд вот такой Как выглядит лен Процесс его обработки тоже был очень длительный Для того, чтобы получить волокна Женщинам приходилось работать иногда более года Потому что надо было посеять, прополоть Потом они теребили, замачивали Снимали начес разнообразный Вот такой чесало Вот у нас есть уникальный экспонат Чесало из шкуры ежа И такой? Как же не туда Да, жёсткий Да, из шкуры ежа, конечно, потрогайте Снимали начес с волока Самый первый начес шел на изготовление портянки Второй шел на изготовление мужской одежды И третий самый качественный шел на изготовление женской одежды Рукодельницы женщины, конечно, могли из таких волокон Изготовить более 20 разнообразных единых полотнищ А потом уже из этих полотнищ, конечно же, жилась одежда Вот представленная женщина Вот так выглядели раньше в Марье именно Аршанского района Видим, что вышивка не так была богата, как сейчас Но всё-таки вышивка, видим, да В нагрудной части обильная всегда была Рукава не спадула Очень Марье был верующий И они оберегали именно, что вышивка защищает Основные было четыре цвета Красный, чёрный, зелёный включался и тёмно-синий Вышивали сначала края вышивки А потом только внутренняя часть Из-за чего узор был очень объёмным и красивым У каждого рода, у семьи был свой знак Или солярный иногда знак говорят И даже по вышивке могли различить Кто идёт, чьё семейство Например, Ивановых, Смирновых То есть это всё было символично, конечно же Вот представлен ткацкий стан Стан, к сожалению, у нас не в полном коллекции В полном объёме То есть не в полном составе Но вот такие станы были в каждой семье И женщины вечерами, иногда и до полной ночи Сидели и ткали Ткали вот при таком освещении Был святец Сюда ещё положил Зажигали лучину А выдавленную часть наливали воду И при таком освещении Прялки были тоже разные Конечно же, уровень семей был тоже разный И оборудование тоже, естественно, отличалось В следующей витрине представлены Нагрудные украшения женщин Если обратить внимание, они богаты монетами Вышивкой монет Ракушками каури Вот её видим, да, такие белые вокруг Чем было больше ракушек каури Значит, чем была богаче и самодостаточная семья Эти ракушки нам поступали из-за границы Когда сплавляли пушнину, мёд, лес И, конечно же, только купцы могли позволить своим жёнам Такое шикарное украшение Более же бедные были обычные монетки Чеканочки Но, однако, женщины всё равно себя украшали Любым подручным способом Что уж говорить А вот внизу Это найдены предметы или украшения При раскопках могильника В деревне Малокугуну Рошанского района То есть им очень много лет И можно сделать вывод, что Очень много лет назад Даже вот, ну, любыми способами, да, всё равно украшения делались Конечно А вот это какой период? Это 18-й где-то век Да, потому 18-й век Сохранились, конечно, уже вот где-то, ну, не в полно Где-то монеток нет И так далее Но украшения делались На окне представлена зыбка А повесить, к сожалению, мы её не можем Потому что состояние у неё Ну, не все экспонаты Вот сохранившиеся, да Потому что собирались Где-то кто-то отдавал На чердаках находились И уж стараемся вот как-то сохранить Более уникальность такую А решилась, наверное, знаете, да К матнице И качали Ни в коем случае женщина Только ребёнком раньше не занималась Да, она в это время могла и прять И делать другую работу Здесь вот представлены тоже Марийские платья Пояса, головные уборы Тоже вышивка, видим, да Как встречается больше В нагрудной части у мужчин А вышивка встречалась обильно Сто спины К сожалению, мы вот всё ищем Но не можем найти Ну, мужскую рубаху Большей наглядности детям Но у мужчин Эта вышивка была на спине Такая обильная Потому что они были охотники Добытчики И она, если у женщин нагрудная У мужчин со спины Головные уборы Вот, например, по цифрке 9 Видим 40 В виде прямоугольничка Вот, видим, да, лежит Этот прямоугольничек на голове Формировался при помощи Кусочка бересты Чтоб форма держалась Если, например, шимакш Вот циферка 6 Там в виде треугольничка Вот, если посмотреть Видно, сшито в виде треугольничка Вот, видите, 5 А это уже делалось при помощи конуса Или из древесины делался конус И ставился на голову И одевали его Или женщины делали Култышечку из волос И мы читали Исторические уже потом документы И когда вот Они пишут, что погибали женщины И у них это место было вытерто Даже без волос Потому что когда Замуж они вышли Они уже не снимали головную убору А вот кусок Ну, потом мы уже анализировали Вот дерево, например Вот этот вот конус Он же будет тереть постоянно Естественно, он вытерет Далее представлена посуда Деревянная, глиняная, металлическая Деревянная, конечно, была в каждой семье Делал ее глава семьи То есть на всех детей Можно было изготовить Тарелки, положки, черпаки Деревянная посуда еще была обрядовая Она очень часто применялась Именно в молельных рощах Делали, вот видим, все, что угодно И из бересты делали вот тоже такие бураки В этих бураках хранили как напитки Так и кто-то хранил куриные яйца Очень долго не портил Потому что береза обладает антисептическим свойством У нас и бабушки тоже был Я почему-то вот моя бабушка тоже Схировская рода, область Они вот, я с детства запомнила Что хранили почему-то куриные яйца Да, мои дожи Вот я про напитки не помню Вот так мы вспоминали Бересты куриные На Санчужского района, это самое Деревня Пичугина Мы приезжали каждое лето к бабушке Вот у меня почему-то тоже куриные яйца Но не напиток Нет, у нас куриные яйца Вот тоже воспоминания осталось Здесь глиняная посуда Глиняная, конечно же, была уже у среднего класса Потому что могли кто-то побогаче уже себе позволить Глиняной тоже посуде готовили уже в печи кушать А металлическая, конечно же, была уже у богатых Вознообразие тоже было как бы большое Вот сковорода, сковорода, она ни разу не использована была Она применялась для варки варенья Вот посуда Вот сбитинщик самовар стоит И стаканчики, видим, консообразные Самовар, конечно, очень впечатляющий А мы поставили сюда его специально Потому что многие со стакана не понимают, почему консообразно А это стаканы специальные Раньше ходил с бетищик на рынке И вот именно в таких самоварах в виде чайника Туда наливали смесь горячего чая с медом, с перцем И вот он ходил по рынку Под пазух у него тут был самовар Здесь на груди у него было такое приспособление, где стояли стаканы И он разливал и давал вот торгующим Из-за этого вот такая конусообразная форма Подойник внизу тоже представлен Ведро, умывальник Подойник вот по металлически Мы в Советске вчера видели музей такой А, видели, да? Подойник, да У них чуть другой формы У нас несколько их, ну почти одинаковые Вот нету везде таких глобальных изменений Из-за этого мы уже поставили такой Здесь представлены уже музыкальные инструменты Если вверху гармонии балалайка Это русские музыкальные инструменты А вот внизу труба деревянная пуч Вот видимо она почти метр длиной Вот можете с другой стороны подойти Шувур, валынка, вот как беспорно В фотографии тоже видно И гусли Деревянная труба пуч Она была Именно сугубо марийская, да? Да, она именно марийская Изначально в некоторых деревнях Это был только мужской инструмент И на нем мужчины Зазывали, давали звуковой, да, в лесу Сигналы какие-то Но потом с течением времени Пуч стал женским музыкальным инструментом И эта труба передавалась из семьи в семью И для каждой девушки делалось новое Еще ее называют труба с ватей Когда девушка была готова выйти к замужеству Была готова приданная Она выходила или на конец деревни Или под двор И трубила в эту трубу Звук, конечно, был не из приятных Такой громкий Мы пытались даже сами как-то попробовать подуть У нас ничего не получилось И это был знак того, что она готова выйти замуж Из-за этого, говорят, еще труба с ватей Шувар, же марийская валынка Видим, что сделана из рога крупного рогатого животного Деревянная часть Это ноги голенастые птицапли Или аист было И мочевой пузырь крупного рогатого животного Да, это так вот В разборном состоянии А то есть вот это соединялось с этим Вот на фотографии А, фотографии Да, можете посмотреть Как правило, на такой валынке играли вместе с барабаном Отдельно на ней не играли Потому что звук был не тот И гусли Гусли мы видим, что они в основном все имеют члемовидную форму Струн было от 15 и более Верху лежат сувенирные Внизу вот эта цитра А вот подальше за ней будут гусли большие Вот эта цитра прибыл А вот гусли, они большие Кусли 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 И струн было от 15 и более А первые струны делались из кишок овцы Самые первые А уже потом, конечно же, стали кто-то из конского волоса делать и так далее Здесь уже представлены деревянные именно предметы, которые часто встречались в году Гутовка Она применялась для взбивания как масла, так и теста Ведра разнообразные Жбаны Вот там стоит конусообразное ведро Это специальное ведро для того, чтобы достать воду из колодца Раньше знаем, что колодец был журавль И конусообразная форма ведра, она позволяла более быстрее погрузиться и наполнить, чтобы легче было поднять Вверху тоже вот кормушка для пчел представлена На чепке вот такого деревянная корыца, в котором носили муку Замешивали тесто в многих деревнях На полу стоят вот эти свинцы с двух сторон Это каменные свинцы, мы их так поставили Эти свинцы найдены были в деревне Блинова Они далеко от Оршанки Они стояли на воротах купца Как украшения, так и устрашения А в двух ведринах представлены изделия из бересты и из лыков То есть мастера делали, видим, разнообразные солонки Шляпы, мечи, творонки, корзинки То есть делали все, что угодно Также делали лапти разнообразные У нас более наглядно покажу вам Лапти русские и морийские Если ты не представлена сейчас более наглядно Вот это лапти русские Вот это лапти морийские Квадратные Да, отличаются тем, во-первых, что у них нос квадратный Мы здесь не говорим о том, что количество лык было Ну, где-то семь, где-то девять Но самое главное отличие у них было, что морийские Смотрите, что морийские, они одноименные Что направо, что налево, они одинаковые Это было одно из главных отличий А у русских же Правая, левая нога И пахнет даже лыком По-другому, потому что не идите И вот это самое главное отличие Носик и правая, левая нога Вот так даже делили на русские и морийские Сапоги вот тоже такие делались, необычные Чтобы, знаем, что лыка очень изнашивалась И для того, чтобы меньше изнашивалась Делали колотушки, да, еще вот платформу бы мы сейчас сказали Галоши разнообразные То есть это была повседневная обувь Которая вот Сейчас уже, конечно, вышла из быта Ну да, раньше Самая распространенная была Ну вот здесь вроде так вот Мечи, а вот мечи, это игры какие-то, да? Да, да Состояние среди морейцев Конечно Это вот Здесь мы хотели показать Именно, что вот могли уметь сделать Что делать? Разнообразные предметы Которые, конечно же, они вот Смотрите, шляпа Вот портфель Сзади Вот узенький Школьники приходят сразу и говорят Клач Да, похож на клач Рузенький, такой маленький Вот как раз-таки такой клач А вот это Судучок А эти соломки разнообразные Летеные А это же скатулка Да, это шкатулка из соломы Видим, там уже очень мелко Да Шкатулка из соломки Витрины, к сожалению, у нас Просят желать лучшего Может быть искаженное Немножко изображение Потому что старое все Красивая шкатулка, конечно А сейчас вот промыслы какие-то есть народные? Сейчас, к сожалению, уже знаете В районе, именно в Паршалке Я сказала, что нет У нас есть в Старокрещене один мелец Который он из зиловых прудов Клетет разнообразные корзины В нашем музее надо называть музей колоколов У нас представлено 113 колокольчиков Колокольчики все разные Поддушные или ничего не называют имские Колокол схож к настроению с телом Есть уши, плечи, тело К сожалению, язычки у колокольчиков Все не родные Потому что язычок у колокольчиков Это самое уязвимое место Развитие именно колоколитейного дела Началось тогда, когда стали образовываться почтовые тройки И мы знаем, что, например, пункт А Мы в ТВ не ездили И каждый пункт меняли От того, чтобы сигнал какой-то дать Нужно было что-то придумать И вот историки ссылаются как раз таки на то Что именно возникновение колоколов Связано именно с тем периодом Это начало 19-го, ну где-то 18-й век Самый старый колокол от 1803 года Это вот этот без язычка А внизу же колокола стали тоже церковные Переданные нам А один колокол у нас был не так давно передан Тоже в Аршанском районе В действующей церкви в село Пучка Это все, как вы сказали? С вашего района Да, вы можете позвонить, попробовать Звук у них у всех разный Нет абсолютно одинакового по звучанию колокола Потому что каждый химщик отливал вот сам колокольчик Звук колокола, именно звонкость зависела от того, сколь состав в нем Или олова, или серебра И когда отливали колокола Многие в это время придумывали для своих семью мужчин какую-нибудь байку Сам процесс вот этого витья никто не видел Потому что это была очень большая тайна И как раз таки по звучанию отвечает В литературе еще указывает, что первые колокола отливались вообще в земле А уже потом со временем стали развиваться как раз таки мастерские Где отливали специальные колокола Можете позвонить, попробовать и вот убедить У меня это абсолютно одинаково Позвоните мне, посмотрите А ну, позвоните, позвони Ага, ты глухой больше Оля какой звук Они все разные А вот этот маленький Попробуйте А самый старинный А, там же нету язычка Нет, к сожалению А у нас тут и так Они все по-разному А вот этот вот красивый Сейчас посмотрим Все по-разному Здесь уже у нас научный технический отдел И представлены экспонаты Ну так же, как экспонаты накапливаются Только быта Мы выделили специально такой отдел Чтобы научный технический Здесь представлена коллекция настенных часов Эти часы и рейтинги до сих пор находятся в рабочем состоянии Мы подводим их крайне редко Чтобы сохранить их долговечность Хорошо Эти часы, они вот уже более таки современные У кого-то неподобные встречаются У нас у дедушки вот такие Все часы раньше делались вручную Мы видим, что обилие резьбы было И вот на как подтверждение Смотрите, даже циферблат был написан от руки Самая ценная часть была вот эта в часах Когда сплачивали очень многих деревнях И в селах именно сшивали эту часть Потому что там находились только ценности Монеты, но и родни И из этого много часов находилась именно детская часть Внизу представлена коллекция арифмометров Или, как бы мы сейчас сказали, калькуляторов Старинных К сожалению, как считает Ну, мы не можем вам рассказать Пока не нашелся Я даже могу вам посчитать Вот на это, я на это считала Ну, давай, посчитаем Покажите Сможете, работает он или Ставит на числа А вот здесь, может, сможете На этом каком-нибудь Или вот на этом На зеленый это можно Вот это зеленое, да? Да, да, да А ну, Галь, дай я Двадцать Три или четыре Вот мы возьмем четыре Вот Потом ставим Здесь вот на ноль Надо ставить За счет И ставится Ну вот сейчас мы на сколько И теперь мы берем И вот так крутим И вот вам покажет число Сколько Вот видите Двадцать четыре На восемь Получается Двести сорок Ну, вот так вот Вычислить можно Да, это мы работали Я в смертном отделе работала Потому что В свое время считали Вот так вот И прибавили Я тоже так же Значит, здесь выставляешь Выставляешь Здесь А тут вот О делении О делении О делении Надо в другую сторону Крутить Надо ставить На вот эти Вот видите Плюс Минус Вот Вот ставится Все ясно Все понятно Коммутатор Тоже у нас такой Экспонат уникальный На коммутаторах Работали только женщины Потому что они были Более внимательны И припевели Наше Света Может, да? Да На коммутаторах Света Видите Все чуть-чуть Что-то увидят Сейчас нам расскажут А Люба А Тома Вон на печатной машинке Может Можно я вас тоже Щелку, ладно? У меня вот Отчета надо Давайте Пожалуйста Подождите Похоже Уже представлены Курденцовский фаянс И фарфор Именно первая посуда Из которой Кушали Могатые люди Чипцы для раскусывания Сахара Разнообразные Разнообразные Бокалы Сахарницы Тарелочки Убор для специй Все Можно тоже Наглядно Посмотреть Здесь у нас такой Небольшой стенд Как раз таки Основательный музей Николай Пантелеевич Мотовилову И в данной витрине Представлены Подарки Которые Сделал ему Сын Внизу Представлен Письменный Прибор Директора Школы Счеты Вот такие И сборник Комитических задач Это чернила Мы писали А это Промокаж Какая интересная Вот это Что такое Как птичечка А это Закрывала Чернила Чернила Ага Чернила Чернилица А здесь Представлена Коллекция Фотоаппаратов Вверху Пластиночник Ниже Каменные Орудия Труда Они найдены В устье реки Камы Здесь Представлены Разнообразные Наконечники Стрел Каменные Наконечники Фрагменты Топора Можно тоже Посмотреть И есть У нас Кочедык Кочедык Он служил Раньше Иглой То есть При помощи Кочедыка Сшивали Например Школ А вверху У нас Представлена Выставка Наград Исклонного Музея Как раз таки Награды За освобождение Городов Жителя Непосредственно Аршам Сейчас Февраль Месяц Идет Военно-техористический Месячный Вот такой Городов Мы организовали Для наших Школьных Чтобы Ненаглядно Уменили Смотреть Эти Ставные Награды Знаете У нас Представлена Уже Коллекция Печатных Машин Все Они Разные Все Отличаются Друг от друга Кто-то Работал На них Вот Я Помню Чуть Когда В садик Ходила Мама В садике Печатала И Хочется Отметить Что Клавиатура На печатных Машинах Полностью Денитична Клавиатурой Данной Нубух Компьютера Чтобы Печатать Тоже Надо было Иметь Довольно-таки Высокий Уровень Грамотности И вдруг Чтобы не Получалось Приходилось Перепечатывать Весь 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 Наверное Достали Примерно Вот такой Достали Вот такой Он у нас Еще Ага Есть У нас Весь Дом Сейчас У нас Из Глины Опасный Роспись По дереву Это Выставка Организована У нас Лебедевы Илья Николаевна Она Художник Иллюстратор Работа У нее Внизу Представлен Роспись По дереву Именно Национальный Костюм Это Самый Первый Когда Она Только Начинала Свою 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 А Верху Уже Сейчас Она Не Развлекательно Занимается Глиной И Изготовляет Разнаглазые Изделия Соседи Это Чебоксары А Чебоксары Гости к соседям Мы тоже ездили Чебоксары Всегда А здесь Такой Был Тонарь Внутри Спиртовой Раствор При Смене Давления Стрелка Показывала Направление Стрелка Где Она Там Внутри Была Ее Стрелочки Нет А Внутренняя Часть Сохранилась Потому Что Сейчас Будет Открытие Выставки У нас В рамках Музейного Фестиваля 9 марта Мы Открываем Выставку По Русским Народным Костюмам Полностью Будет Вероприятие А потом Через 2 недели Где-то Конфуманты Будут Татар Свои Костюмы Из-за Этого Большой Будет Очень Манекенов Много И мы Вынуждены На улицу Потому Что Портится Фон И хранилище Нет И вот Сюда Вот так Составить Так что Разглядывайте Смотрите Здесь На сцендах Можно Посмотреть Вантарный Инструмент То есть Те инструменты Которыми Делались Разнообразные Бочки Жбаны Вот так Стол Выглядел Раньше И вот Это Его Ножки Да Можно Тоже Все Это Посмотреть Вот К сожалению Вот Медагонка Интересно Все Немножко Так Сумбурно Но Рассмотреть Я думаю Можно Ну да Вот Здесь Маслобойка Представим Это Промышленная Маслобойка Уже Для взбивания Масла В больших Объемах Слиточного Подключали Мотором Как правило И вот Через стеклышки Сбок Смотрели Готово Масло Или нет Это Уже Для больших Объемов Самая Первая Была Вот Такая Маслобойка И взбивались Была Крышечка И вот Очень Долго Приходилось Взбивать Руками Ну Технологии Идут Вперед Следующая Была Вот Такая Маслобойка Уже Вниз Ставили В кувшин Облегчали Себе Немножко Труд Это уже Промышленное Сказала Разнообразные Картофельные Терки Тоже Представлены Вот Терочка Вот Терочка Эти Терочки Были Для Получения Крахмала А Крахмал Уже В дальнейшем Использовали Как Выпечки Так И В Других Хозяйственных Целях Вот Здесь Крестьянские Орудия Труб Да На Этом Сцензии Представлены Орудия Необходимые Для Изготовления Валенок Валенки Тоже Процесс Был Трудоемкий Вот Вкратце Ну Сейчас Постараюсь Сказать Был Вот Такой Овец Мы знаем Что Сригли Два Раза В год Валенки Стоили Бешеных День Они Стоили Раньше Два Рубля А на Один Рубль Можно Было Купить Козу И Девушки Даже Старались Выйти Замуж В ту Семью Хотя Б Члены Семьи Хотя Б Одного Были В семье Валенки Значит Та Семья Не Так Бед Живет Тоже Расчетливо Семь В то Время Когда Послегут Овцу Шерсть У нее Липкая Не очень Наверное Многие Кто Знаете Видели Не Видели Эту Шерсть Брали И Посыпали Мукой Немножечко Чтобы Не так Прилипало И Ложили Шерсть Раскладывали Потом Брали Вот Такой Шерстобитый Снаряд За Ручку И Вот Так Вот Водили За Счет Этого Происходило Происходило Скручивание Шерсть Она Имеет Структуру Как Роговица В виде Чешуичатой Вот И Получается Что Она Цеплялась Друг за Дружку И Получалось Потом Сплошное Полотно Именно Шерсть Потом Брали Примерно Макет Валенка Во Много Раз Больше Почему Потому Что Дает Усадку Шерсть Садится И Делали Ту Самую Форму Валенка Вот Так Выглядела Колодка Валеночка Вот На таких Инструментах Стирали Валенок Когда Валенок Сделают Во много Раз Больше Его Стирали И сушили При температуре 40 градусов Не больше Не меньше Отбивали Как правило Валенка Подошву И пятку Отбивали Почему Для того Чтобы Была Намного Крепче Потому Что Плотнее Да Вот Немножко У нас Не все Тоже Экспонаты Но Можно Проследить А вот Здесь У нас Как раз Таки Прослеживаются Разнообразные Такие Лекаль Знаем Что Ширина Голенища Была Разнообразная И вот Это Как Такие Лекала Были Вот Так Доставали И потом Вбивали То есть Расширяли По размеру Голенища Опа Ничего страшного Сделаем И то есть Целый Был Такой Снаряд И как раз Таки Разные По размерам Вот эти Лекала Вот Так Поточила Было И вот Одной Рукой Тоже Держали То Что Нужно Поточить Другой Точили А там Водичка Внутри Была Да Вот так Вот так Не падать Не рваться Кто Хочет Все Хрупкое А здесь Уже Бытовые Инструменты Те Инструменты Которые Чаще Встречались Быть Пластыга Например Для Ловли Рыб Останов Для Изготовления Кирпичей Инструмент Например Для Табака Для Нарезки Табака Вот Так Уложили И вот Так Лесите Табака Убили Кирпичи Что Дома Изготовлялись Самодельными Были Клину Клину Смешивали Соломы То Как Это Самые Первые Не Сразу Фабрики Были Где Изготовляли Кирпичи То Кирпичи Делались В домашних Условиях То Лж Как На Месях Это Уже Более Поздний Период А так В основном Деревянные Да В основном У нас Деревянные Кирпичи В то Время Не Столь Было Вот Это Здание Оно Старой Постройки Вот Если Посмотрите На Толщину Стен Здесь Раньше В этом Здании Жил Был землемер А жена У него Была Швея То Они Жили Ну Не Так Чтобы Бедно И Вот Это Здание Как раз Так Было Их Не Раньше Жилой Дом Большая Проемы Тоже Дверные Большие И Вот Мы Там Были В Новом Пристрой У нас Там Музей После Реконструкции Вот Это Здание Старое Если Вы Заметили Что Зимой Первое Тоже Были Теплее Так Было Построено Чем Вторые А Летом Наоборот То Тоже Была Специальная Как Не Своя Технология Постройки Потому Что Летом Здесь Очень Холодно Даже Не То Слов Прохладно Мы Открываем Окна И Даже Не Прогревается Как Влажность Все Руна Присутствует Здесь Проставлен Столярные Инструменты Вот Гончарный Круг Ручной Гончарный Круг Ножной Вот Такой Станок Для Изготовления Конфет Горошка Тоже Есть Интересный Конфет И Горошка Да Сахар Горошек Делали О А Сколько Самоваров Разные Самовары Все В том Зале Было Более Можно Было Удобно Коллекция Самоваров Тоже Представлен Разная Как Правило Самовары В виде Банка Репка Рюмка Они Большое исследование Проследить На некоторых Очень хорошо Видно Вот здесь Тоже Видно Можете Посмотреть Это Говорит О том То есть Печать Где Изготовлялся Тот или иной Самовар А вот здесь Видно Где-то Есть Баташи Вышимарины Это были Самые Распространенные Раньше Производители У каждого Производителя Была Своя Марка Например Лисицыны У них По форме Они были Разнообразные Но Форма носика Всегда Была В форме Рыбки Тоже Так Вот Необычно На многих А Нету Да Здесь Сформеры К сожалению Нету У нас есть На стенде Я вам Потом Зайдем Соседний зал Покажу На многих Самоварах Вам Показать Вот 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 Здесь Видно Смотрите Ставили Вот такие Печати Вот Видно Ямочка Ну вот Печати Это Знак Качества Бог Это Значит Ихняя Продукция Не раз Выставлялась На Престижных Ярмарках Раньше Живовозили За города И Чем Больше Вот Эти Штампиков Печати Значит Тем Престижный Тай Просыпалась Готовая Продукция Хочется Еще Вот Вам Показать Вот Эти Три Станка Раз Два Три Эти Станки Были Для Изготовления Растительного Масла Вот Здесь Истолчали Семена Подсолнуха Вот В этом Станке Видим Миксер Получали Однородную Массу А Здесь Они Ставили Тару И При помощи Пресса Отжимали Вот Дырочками И Видим Что Цвет Станка Очень Сильно Отличается Потому Что Они Очень Сильно Промаслены Утюги Тоже Да Вот Плохо Видим Смотрели Вот Представлены Вот Такие Утюги Еще Есть Утюг Накаливание Утюг Вот Этот Угольный Утюг Сейчас Накаливание Достану Полегче Вот Такие Были Утюги Накаливание Подлитые И Как Правило Стояли Они Всегда На Подставочке И Накаливание А Ложили Уголь По Форме Они Были Тоже Разно Утюгов Гладили При помощи Вот Такого Валика И Вот Такого Рубеля Наматывали На Вальник Ткани То То Что Нам Нужно Поглад Вложили На Гладку Ровно Поверх И Вот Так Выглаживали Да Именно Так Я Думаю Понятно Да Излюбленный Напиток Мари Был Не Поглад Не Поглад а вот еще у нас есть такая кистень это оружие боя на кисть вешали когда были разрешены недели бой за это никто кого не наказывали конечно были случаи разные в это как раз таки время когда происходили бои проверяли мужчин на ловкость из нас народ тяжелее чуть полегче попадет так попадет по форме они были вообще все разные форме рыбки а самые первые они выглядели на эти были еще такие две перегородки и одновременно в самоваре были чай варить и первое и второе самые первые а потом уже в течение времени конечно же все поменялось вот видите на все они комфортно все разорвался а вот здесь такие можно посмотреть это форма головы петуха да а здесь вот как раз таки представлены разнообразные оружие труда вилы буковкой г вот эти виллы навозные считались чтобы легче стаскивать разнообразные опущенки рала серпы косы вороны вот эта борода древянная она выполнена без единого краска плетеная а в дальнейшем уже металлические были сделаны вот такая два древянных круга во внутрь засыпали а там были вот такие металлические штучки которые мололи да которые измельчали по размеру тоже журнала были самые разнообразные разнообразные фонные сейлки и жадкие самовародки вот эта жадка она на трех лошадей вот сейчас и вторая лошадь их присоединят там третья здесь сидел мужчина который управлял повозкой она одновременно косила и граблями сгребала получался волокон что намного облегчало трубку убирать от жильон чтобы например ходить собирать не по всему полю собирать раз таки из готового оболочка объемах вот такие веелки на таких веелках развеивали сорт от зерновых культур разнообразные собачки у меня у бабушки было на носочках сортировка здесь уже сортировали по разным меру это была промышленная сортировка это уручная сортировка здесь были разнообразные вот эти решетки которые сортировали wholesклотинка промышленная ц tätä посылали семена льна после семена льна уже на производство льächen а вот здесь вот как раз таки можете посмотреть вот образцы немного из кайга о석 association попал где тот типа Все делалось. Прям технология полного изготовления, как делали, мы тоже не дошло. Но здесь как-то крутилось, и потом выдавливался, вот там выдавливался кирпич. А вверху вот... Может он еще не полный? Ну, скорее всего. А вот в углу стоят вот эти ухваты, деревянные, вот эти массивные. Первые были на такие ухваты, чтобы в печь засунуть. Да, именно чтобы в печь засуну не убрать, да? А вот там уже металлический он немножко облегченный стоит, конечно. Вон, смотри, Люба, ухват с колесом. Эх, не видно напротив света от свечи. Ухват с колесом. А для чего колесо? Для печку, чтобы закатывать. Да, такие были, чтобы легче было в печь. Ухват для... Я впервые вижу такое с колесом. То есть для того, чтобы большие чугунки закатить и достать из печи. Колеса, да, такие? Да, на таких деревянных колесах были. Да, первый раз вот такое. Мы трогали, они сами такие неподъемные. А вот, как правило, вот эти все корчаки, они были на ведро, а то и на... И рядом железное тоже, вот. Это с деревянным колесом, а это с железным. Интересное название, смотри. Пуял. Это весь Оршанский район. Да, это вот именно... Да, в 90-е, наверное, еще колхозы-то были. В 80-е годы, где-то. В 80-е, да. И вот, например, если это Табашина... Табашина назывался совхоз Смена. Смена. Да, вот такие именно были колхозы. Это имени Кирова, Каракша, Шулка, Сахоз Родина, Лужбеляк, Кугланур, Большой Кугланур, Горького. Это колхоз Маяк, Атары, Колхоз Чирки. А вот Чирки, такие Чирки есть. Нет, очень все, они почти полностью... Вот, например, я сама с Табашин народом, у нас вообще ничего нет. Полностью все мастерские. Вот одна свина, ферма есть для свиней, но сам директор, он, по-моему, открыт шуки. То есть, вот, просто небольшое здание, и там просто выращивают. Там работают только два человека, все. То есть, садик закрыли, школу все закрыли, все возят сейчас сюда. Хотя была в то время возможность, почему не сохранили, не знаю. Очень много полей пустует, а так почти в каждом, вот, в близлежащих, вот, населенных пунктах, деревнях, почти во многих все позакрывали. Да. Хорошо, аккуратно. Ой, большое вам спасибо. Спасибо, да. Спасибо вам. Было действительно очень интересно. Приезжайте, рассказывайте о нас. А как вас зовут? Юлия Сергеевна Егошина. Спасибо. Очень приятно, да. Спасибо вам доброго. Всего вам путешествия. Спасибо. До свидания. Была куча эмоций. Приезжайте вы в Киев. Да, да. Приезжайте вы в Киев. После музея мы решили зайти еще в магазины продуктовые посмотреть. Спар называется продуктовый магазин. Смотрите, что мы встретили. Знак варшанки, рядом с которым все фотографируются. Вот такая скамеечка. Неровно, а вот таким углом немножко. И вот котик с пантиком, собачка и язычки. Вот такая скамеечка. И такие сугробы. Березки растут кругом. А вот церковь. В магазине есть такой аппарат. Кофе пить. Вот такой магазин спар. Должна, наверное, нас заплатить здесь. Здесь есть салаты, колбасы. Салаты различные есть, корейские. А мы пришли еще, хотим купить. Вот они тут варшанки. Есть пекарня. И вот они вот такой хлеб. Здесь такая телега. Сейчас. Поберите, пока себе сейчас я подойду. А здесь булочки. Латте есть? Нет. С капучиной. Латте. Кампучина. С молоком что? Эспрессо есть. Ну давай эспрессо. Эспрессо? Давай, с молоком. О, а что ты взяла это? Эспрессо. А, эспрессо. Ты будешь эспрессо? Ну давай мне горячий шоколад тогда лучше. Горячий шоколад давай. А вот это черника или что? Печенье.